В зале администрации района состоялось очередное планёрное совещание в расширенном составе, которое провёл исполняющий обязанности главу муниципального образования Лобинский район Владимир Забураев. В работе совещания приняли участие заместители главы, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. На повестке дня шесть вопросов. Один из них – комплексное развитие сельских территорий. Эта госпрограмма подразумевает развитие инфраструктуры, в том числе учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе, а также создание современных сельских поселений. Заместитель главы района Андрей Киселёв доложил о ходе реализации данной программы на территории Лобинского района. Заявку на участие уже подали Ахметовское, Владимирское, Вознесенское, Каладжинское и Упорненское сельские поселения. Всего 15 объектов различной направленности на общую сумму – 343 миллиона рублей. Необходимо подавать объекты таким образом, чтобы каждое поселение участвовало комплексно. По одному объекту поселение не пройдёт. Необходимо выполнять ряд мероприятий, будь то комплексный капитальный ремонт ДК, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения или иные приобретения оборудования. Тогда шансы увеличиваются на прохождение. По данному принципу у нас прошло всего в крае отобрано два поселения. Это Вознесенское сельское поселение и Ахметовское сельское поселение на общую сумму 96 миллионов рублей. Это у нас в Ахметовском сельском поселении капитальный ремонт здания ЦКД на общую сумму 84 миллиона рублей и капитальный ремонт здания сельского клуба на 7 миллионов рублей. На территории станицы Войнесенской на сумму 2 миллиона 490 тысяч рублей. И малый зал у нас в ЦКД на 2 миллиона 383 тысячи рублей. Окончательный результат отбора будет в сентябре известен. Пока предварительно эти два поселения проходят. Реализация проектов начнётся уже в 2022 году. Но работы в этом направлении не останавливаются. В 2023-м планируется участие каждого поселения Лобинского района, докладывает Андрей Кизелёв. Проекты, которые не пройдут на 2022 год, мы будем их дальше актуализировать и подавать на 2023 год. И помимо этого ещё работать для дальнейшей подготовки с поселениями на 2023 год. Чтобы у нас каждое поселение осталось незамеченным и все участвовали в этой программе. Программа действительно хорошая, позволяет реализовать многие моменты на территории поселения. Проблем у всех хватает по разному направлению, поэтому будем заниматься. Вам даю поручение проработать и отработать каждое сельское поселение на предмет возможности участия в данной программе. Именно с комплексным подходом, чтобы набрать соответствующее количество баллов, необходимых для прохождения на федеральном уровне. Какой срок вам необходим, чтобы с каждым проработать, провести семинар совещания и отдельно доложить по каждому направлению? Владимир Владимирович, в июле мы проведём обширный семинар совещания, на котором будут разъединены все порядки, на что можно подавать, каким образом всё это формироваться. И в августе мы уже сформируем полный перечень тех поселений и объектов, которые планируем подавать в эту программу. Уважаемые главы поселений, прошу отнестись к данному поручению максимально заинтересованно, потому что в этом заинтересованы именно вы. В первую очередь есть возможность сделать те освещения, то есть те нужды, на которых у вас не хватает денежных средств. Далее обсудили вопрос санитарного состояния на территориях сельских поселений. С 23 по 25 июня специалисты районной администрации провели рейды. В первую очередь обратили внимание на объекты социальной сферы, лесопарковые зоны, состояние местных кладбищ и объектов коммунальной инфраструктуры. Сразу хочу сказать, что все, без исключения учреждения бюджетной сферы нашего района, произвели приятное впечатление санитарным состоянием своих территорий, наличием и ухоженностью зеленых насаждений и цветников, покошенными газонами, окрашенными игровыми и спортивными площадками в школах и детских садах, наличием ограждений. Может быть, здесь сказалась большая работа, проведенная руководителями этих учреждений при подготовке к летнему периоду и функционированию летних площадок на территориях этих школ, но все эти объекты были в надлежащем порядке. На совещании были озвучены не только положительные моменты, но и недоработки в сфере благоустройства и санитарного состояния в поселениях района. В июле проведем час контроля. Необходимо будет понять, исправилась ли ситуация в более лучшую сторону, либо нет. Поэтому, коллеги, прошу вас, тех, кого отметили с негативной стороны, примите соответствующие меры. На совещании детально рассмотрели ход реализации программы «Инициативное бюджетирование». В 2020 году в ней приняли участие 12 сельских поселений района. Сумма финансирования 16 проектов составила более 12,5 миллионов рублей. Все работы по благоустройству выполнены на 100%, говорит заместитель главы района Геннадий Попов. По итогам краевого конкурса по отбору проектов и местных инициатив, в 2021 году в районе стали победителями 8 программ. В результате более 15 миллионов рублей были выделены на благоустройство общественных территорий, стадионов, спортивных и детских площадок. Результат, который получил в целом, если брать район, то мы в тройке лучших в крае. Деньги на поддержку местных инициатив будут перечислены бюджетом поселений, ставших победителями. Здесь же главы поселения доложили об участии в программах, реализуемых на сельских территориях в 2021-2022 годах. Далее начальник отдела ГОИЧС Виктор Плаксин рассказал о состоянии трубных переходов, расположенных на территории района. К сожалению, многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Именно это становится частой причиной подтопления. Работа по расчистке трубных переходов теперь в числе приоритетных углов поселений. На это указал Владимир Забураев. В завершении планёрного совещания обсудили вопрос о реализации инвестиционных проектов на территории района. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, ЛАПМедия.